Как вы знаете, я очень скептически отношусь к платам, и если какая-то плата попадает ко мне в руки, или какой-то баг попадает ко мне в руки, то это чистая случайность. Всем привет, друзья, с вами Skyward, и в этом обзоре у нас пойдет речь о таком устройстве, как BoxMod Chieftain 80W от компании Votafo. Погнали! Приходит наш BoxMod вот в такой вот большой белой коробке, что мы видим внутри? Здесь у нас инструкция, карточка, которая говорит нам об очередном giveaway от Votafo, microUSB кабель, плюс он достаточно прикольный, он плоский, то есть вероятность, что он как-то погнется, что-то с ним произойдет немного меньше. Да и, кстати, я таких кабелей нигде не видел, в основном везде идут стандартные круглые. С комплектацией на этом все, и давайте поподробнее рассмотрим сам BoxMod. Вот таким вот образом у нас он выглядит, здесь мы видим надпись Chieftain, также на дне мы видим надпись Votafo Chieftain 80W, сертификаты и так далее, больше никаких надписей, ничего на корпусе нет. Что у нас есть на самом моде, соответственно, кнопка Fire, кнопки плюс-минус, порт microUSB, экран, посадочное место под ваш атомайзер, причем, как можете видеть, оно просто огромнейшее, то есть поставить вы сюда можете все, что угодно, наверное. И это у нас происходит из-за того, что данный BoxMod поддерживает два формата аккумуляторов, то есть 18650 и 26650. Формат 18650 он поддерживает через вот такой вот пластиковый адаптер, и, соответственно, без него вы без проблем можете поставить аккумулятор 26650. Давайте сразу тогда поставим аккумулятор. Конечно, тут у нас есть маркировочка плюс и минус. Вставляем наш аккумулятор в этот странный кейс, в эту странную проставку, и, собственно, аккуратненько его пытаемся вставить. Установка аккумуляторов через этот адаптер не самая удобная, на мой взгляд, но что делать, если они решили сделать в своем BoxMod возможность установки двух форматов аккумуляторов. Сразу также поговорим про крышку. Крышка у нас держится на двух магнитах с каждой стороны, и у этой крышки есть один небольшой минус, то есть я и могу спокойно делать вот так. То есть магниты очень слабые, причем, видимо, такой косяк только в моем моде, потому что я видел этот же BoxMod у других товарищей, и они говорят, что ничего такого они не наблюдали, и они не могут сделать крышкой вот так. Когда мы вставляем наш аккумулятор, наш BoxMod выключен. Включается он пятикратным нажатием. На дисплее мы видим логотип компании Vatafo. Что мы видим на нашем экранчике? Количество вольт, количество Ом и ваты. Кнопочками плюс-минус мы все это регулируем, и слышите, как эти кнопочки щелкают, то есть кнопки на моде достаточно громкие. Причем кнопка Fire по ощущениям не такая громкая, как кнопки плюс и минус. Зажав кнопки Fire и плюс, мы переходим в такое своеобразное меню. Здесь у нас подсвечивается в данном случае буква W, и нажимая на кнопки плюс-минус мы можем менять режимы. То есть это у нас DIY-мод, это у нас термоконтроль здесь у нас в джоуле, соответственно, в фаренгейте и всем привычные градуса Цельсия. Также, выбрав, допустим, термоконтроль, мы можем таким образом переключать и выбирать вообще, на какой проволоке мы хотим данный термоконтроль использовать. Соответственно, у нас тут нержавеющая сталь, нихром, ситан и TCR. Допустим, выбираем нержавеющая сталь, также зажимаем плюс-минус и можем вернуться в другие режимы. Давайте посмотрим на DIY-мод. Вход в него выглядит вот таким вот образом. Соответственно, мы можем регулировать каждую шкалу, то есть вот мы переключились на нее, выбрали, и можем выбирать, сколько ватт у нас тут будет стоять. И, соответственно, так с каждым из пунктов. То есть вы можете настроить разогрев спиралей под себя, что достаточно прикольно и интересно. То есть если у вас стоит какой-то тяжелый билд, вы вначале на него можете подать 80 ватт, потом можете гонять его на меньшем количестве ватт. Соответственно, также кнопочкой Fire и минус, нажимая их одновременно, мы можем переворачивать экран. И, соответственно, настроив вот все вот эти вот участки, скажем так, наши диаграммы, чтобы перейти обратно в более привычное нам меню, нам нужно удерживать кнопку Fire, нажатой в течение одной секунды. То есть вот мы все это дело удерживаем, видим, что у нас ничего не регулируется, и при нажатии кнопки или плюс, или минус, нас скидывает обратно в меню, где вместо количества ватт и, соответственно, буквы W, у нас нарисована наша шкала, которую мы только что настраивали. Соответственно, также переключаемся на любой привычный нам режим. Я перейду в режим VariWatt. И давайте поговорим о характеристиках данного боксмода. Данный боксмод у нас работает в промежутке от 5 до 80 ватт. Это в температурном диапазоне от 212 до 578 фаренгейтов, и, соответственно, в промежутке от 100 до 300 градусов Цельсия. Поддерживает сопротивление он от 0,03 до 0,1. Это у нас в термоконтроле, и от 0,09 до 3 Ом в режиме VariWatt. Меня, на самом деле, удивило, что здесь нет режима мехмода, потому что зачастую во всех платах он присутствует, но компания Vata4 решила подойти к вопросу вот таким вот образом и не делать этот режим по, на самом деле, непонятной мне причине. Также здесь, конечно, есть всякие защиты от короткого замыкания, от низкого сопротивления и от всего подобного. От перегрева девайса, отсечка в 12 секунд. Это все понятно, это в платах мы уже много раз видели. Здесь присутствует достаточно интересная функция, такая как контроль уровня жидкости на ваших койлах. То есть, в режиме термоконтроля, если у вас заканчивается жидкость, плата эта определит и выдаст вам ошибку Dry Coil No Liquid, соответственно, и заблокирует кнопку Fire, то есть, что вы не сможете парить. Эта функция прикольная, но, к сожалению, я ее проверить сейчас не могу, потому что у меня просто нечего мотать под термоконтроль, и это очень-очень жаль, потому что функция реально интересная и надеюсь, что здесь она работает как надо. Собственно, по техническим характеристикам и по всяким режимам и так далее, я вам рассказал, что могу сказать по меню, навигации по меню и так далее. Во-первых, мне очень нравится, что здесь моментальный переворот экрана, это очень прикольно, то есть, не надо заходить ни в какие дополнительные меню, как-то все это выбирать, то есть, вы можете перевернуть экран просто буквально за секунду. Что по меню? Навигация по меню, мне кажется, удобной, такой, скажем, минималистичной, потому что, вот, один раз также нажав на Fire и Plus, вы можете спокойно переключаться по режимам и, соответственно, кнопкой Fire выбрать вам нужный. Это упрощает немножко навигацию, в том плане, что вам не надо вызывать какое-то дополнительное меню, ползать по его пунктам, если вам что-то надо поменять, вам надо опять вызывать меню, опять ходить по этим пунктам, то есть, здесь, в плане меню, все сделано очень хорошо и грамотно. К сожалению, для любителей стелс-режима здесь этого режима нет, то есть, экран у вас будет постоянно гореть и вы ничего с этим не сделаете. И также производитель говорит, что вот этот вот порт microUSB, он только для обновления прошивки, а не для зарядки. И, в принципе, это очень-очень странно. Сопротивление атомайзера сейчас 0,13 Ом и, можете видеть, у меня стоит 80 Ватт. И при нажатии на кнопку Fire он скидывает значение вольтажа до 3,28-3,30, что, на мой взгляд, очень странно. Не понимаю, почему данный бокс пользователя ограничивает по количеству Ватт, на мой взгляд. Это очень странно и я такие боксы не люблю. Я люблю, чтобы девайс отдавал вообще всю свою мощь, что он может. Здесь, в принципе, достаточно простенький билд. Это просто микрокойлы из 0,7-го нехрома, 6 витков, 3 мм. И очень странно, что данный бокс их так слабенько выжаривает. Ну что, по техническим характеристикам и прочим штукам мы прошлись, так что давайте поднимемся наверх, понаваливаем и поговорим о данном устройстве. Меня радует то, что плата достаточно отзывчивая, то есть как только вы нажимаете на кнопку Fire, он практически сразу же схватывает и начинает жарить. Это достаточно приятно, что нет никакой задержки перед непосредственно затяжки, потому что мне платы, которые поступают вот таким образом, у которых есть задержка, мне они очень не нравятся из-за того, что я уже как-то привык, что если я нажимаю на кнопку, я затягиваюсь сразу. То я нажимаю на кнопку, затягиваюсь, а у меня целую секунду идет просто пустой воздух. Так что здесь плата достаточно отзывчивая и за это данный бокс получает плюс. За что бокс получает от меня минус? Во-первых, за ограничение по количеству ватт, потому что, как вы сами видели, количество ватт плавает и зависит оно от сопротивления, которое у вас сейчас установлено. Еще такой небольшой минус это громкие кнопки, потому что если Fire не особо сильно щелкает, то вот эти вот кнопки плюс-минус, они прямо очень-очень звонкие и звучат достаточно громко. Конечно, я поставлю также минус за вот эту вот замечательную крышку, потому что все-таки она держится не так хорошо, как мне хотелось, и обычно в модах я вот таким образом делать не могу. Но в данном боксе это у меня получается. Плюс данного бокс-мода можно поставить за эргономичность, потому что мне очень нравится, как он лежит в руке, он такой достаточно приятный. Плюс здесь за, в принципе, отзывчивость и удобство, скажем так, работы с меню, потому что вы сами видели, то есть вход в меню, блокировка кнопок, переворот экрана, здесь осуществляется моментально, то есть вам не нужно ничего задерживать, ждать. Единственное, где вам нужно будет удерживать кнопку Fire, это выход из DIY-мода. Также данному боксу можно поставить плюс как раз за этот DIY-мод, потому что это достаточно прикольно, что вы можете настроить разогрев спирали ровно так, как нужно вам. То есть пример я уже приводил, и я думаю, вы сами знаете, как данный режим можно применить. В принципе, устройство достаточно неплохое, но меня от покупки оградило бы то, что данный бокс все-таки ограничивает вас по выдаваемому вольтажу. То есть вот, можете сами видеть, сопротивление 0.13, аккумулятор показывает полный заряд и при нажатии на кнопку он просто просаживается до половины и выдает 3.26, 3.27, что очень-очень печально. Конечно, хорошо, что данный бокс-мод работает с достаточно низким, в принципе, сопротивлением, потому что 0.09 это достаточно неплохо, но, опять же, сейчас большинство мотают такие билды, что они более сабомные. Ну, в принципе, здесь платы на один аккумулятор для 80 ватт. Ограничение в 0.09, я считаю, в принципе, достаточно сносно. Также, как я уже говорил, вот этот вот минус с крышкой, это, видимо, косяк того бокса, который попал ко мне, потому что у других людей я такого косяка не замечал. Также, конечно, одним из достаточно весомых плюсов данного бокс-мода является то, что здесь можно использовать аккумуляторы формата 18650 и 26650. То есть, если вам нужна большая автономность, вы просто поставили туда аккумулятор 26650 на 5000 махов и вообще не паритесь. Или можете использовать его на стандартных, привычных всем 18650. В принципе, здесь производитель дал пользователю выбор. То есть, можете использовать его как более автономный девайс, можете его использовать как обычный девайс на один аккумулятор, стандартный. Это достаточно неплохо, потому что я знаю людей, которые гонятся именно за автономностью, но при этом им не нужно каких-то больших громоздких коробок. То есть, данный мод из-за возможности использования аккумуляторов формата 26650 в принципе удовлетворяет их требованиям. Единственная претензия, самая главная, я уже не устану, наверное, это повторять, это то, что данный бокс-мод ограничивает вас по ваттам. Это реально грустно, я привык выжимать из мода все, что можно, и данный бокс меня расстроил в этом плане. Хотя, конечно, возможно, вы подберете такое сопротивление, где данный бокс будет выдавать адекватное количество ватт и, в принципе, неплохо жарит. Но, как можете видеть, даже сейчас он, в принципе, что-то может. Не скажу, что результат фантастический. Явно здесь ему нужен другой билд, ему нужно сопротивление повыше. Возможно, какие-нибудь фьюзды, даже не фьюзды, скорее клептоны сюда можно поставить. Я еще раз скажу, что я бы не взял данный бокс-мод только из-за того, что он вас ограничивает. Но если для вас это не проблема, если вы хотите автономности, если вас абсолютно устраивает то, что данный бокс-мод не будет раскрывать себя на 100%, то можете обратить внимание на данный девайс, потому что, я еще раз повторюсь, плата очень отзывчивая и с ним достаточно приятно работать. Здесь нет этих громоздких бесконечных меню с целой кучей пунктов. Здесь компания Votafo сделала все очень просто и лаконично. Конечно, я выражаю славу благодарности компании Votafo за то, что они мне прислали данный девайс на обзор и дали возможность вам о нем рассказать. Ссылочки на них я, конечно же, оставлю в описании под роликом, чтобы вы могли ознакомиться с этим девайсом и приобрести его, если он вас заинтересовал. Опять же, мне очень сложно обозревать бокс-моды, потому что я не пользуюсь ими очень-очень часто. Я все-таки отдаю предпочтение механическим модам. И если какие-то боксы попадают ко мне на обзор, то я рассказываю о них скорее не со стороны обзорщика, а со стороны пользователя, которому в руки попал новый девайс. То есть я лишь высказываю свои какие-то первые ощущения, свои придирки в отношении того или иного устройства. Ну что, друзья, вот такой вот получился обзор. И на этом все. С вами был Skyward. Всем пока.